Я вам обещал, что мы приедем в монастырь Латрун, где делают вино. И вот мы уже подъезжаем к монастырю Латрун, который находится в центре страны, на трассе Мамарадин. 20-25 минут от Тель-Авива на машине и минут 15-20 от Иерусалима. Скорее всего, в сам монастырь мы не попадем, часы его посещения ограничены. Монастырь славится не только своей исторической ценностью для Израиля, но и уютным и очень популярным магазинчиком, в котором продают вино, сделанное монахами монастыря. Небольшая беседка для туристов, которых здесь очень немало, в основном в будние дни. Первоначальный рассказ об этом месте проводится именно здесь. И уже потом люди разбредаются, попить водички, слопать свой бутерброд с вареным яичком. Соленео геро. Кроме вин можно купить бижутерию ручной работы, иконы, разнообразные сувениры с тематикой и символикой, относящиеся не только к истории монастыря, но и других исторических святынь Израиля. Из вкусностей варенье лимонное, манговое, мандариновое, других экзотических фруктов в зависимости от времени года. Очень вкусный лимонный сироп с цидрой, оливковое масло, разнообразные приправы. Ну а мы в данный момент продвигаемся куда? В магазин. Посмотрим, что в нем продают. Так как вина, в нем, насколько я помню, если память не изменяет, были очень вкусные и разносортные. Мы можем видеть чистый, уютный магазин, в котором продается вина, так как я уже говорил. Другие изделия, которые делают кто? Монахи. Монахи этого монастыря. Сувениры, иконы, кресты. Да что такое, пацаны, ведите себя культурно, вы же не пив в баре, перестаньте греметь бутылками. Также оливки, оливковое масло. Посетители в магазине есть, ходят, выбирают, прицениваются. Каждый ищет по своему вкусу. Вот мы и к сувенирам дошли. Домашние нужности, надобности или ненадобности. Пацаны, да вы там угомонитесь этими бутылками или нет? Цены, если вы обратили внимание, очень разные. Каждый может подобрать не только по своему вкусу, но и по карману. А это мандариновое варенье и грушовое. В магазине ничего не дают пробовать. Ни вина, ни сыры, ни варенья. Это ужас. Может такое случится, что вы мне не поверите. Но я ушел голодный. Ну а мы с вами продолжим прогулку. Как и все другие святые места, оно выделяется своей чистотой, красотой и ухоженностью. Также мы можем видеть, как цветет алоэ. Часть цветков алоэ уже цвело. Но часть еще нас радует своим цветом. Территория храма охраняется. Соответственно, все работает по определенным часам, так как люди имеют право на собственный покой. На сегодня посещение его закрыто. А в другой любой день, когда вы приедете, с удовольствием вам его откроют, расскажут, объяснят. И абсолютно бесплатно. Мы можем видеть часы посещения церкви. Все доступно на русском языке. Из этого храма мы можем видеть еще что? Это музей, танковый музей Израиля, который находится, как мы видим, меньше полукилометра от нас. Это будет отдельным обзором на канале Yo Go Go. Смотрите, путешествуйте с Yo Go Go. Парковая зона возле монастыря. Оборудована столиками, стационарными мангалами. Соответственно, мусорные баки, чтобы оставлять после себя чистоту. Можно спокойно отдохнуть. В тишине, в спокойствии. Насладиться воздухом, пением птиц. Люди спокойно приехали, отдыхают. Вместо того, чтобы дома сидеть на кухне, пожалуйста, наготовили и вперед. Въезд свободный, въезд бесплатный. Есть где машину припарковать. Ну и душой отдохнуть. Важный момент. Туалет, который работает, чистый, опрятный, бесплатный. Оставляйте после себя чистоту. Туалет. Режа сестра. Туалет2,5-10. Продолжение следует...